Здравствуйте! В эфире «Час Пик». С вами я, Станислав Кучер, и наш гость сегодня – Алексей Корпин. Приветствую. Приветствую. Добрый вечер. Для начала мы последний раз виделись в эфире «РТВА», когда обсуждали историю вокруг фигурантов нового величия. И клипа, потрясающего совершенно клипа, импровизированного, который призвала сделать Таня Лазарева и нескольких музыкантов. В итоге поучаствовало 8 музыкантов-композиторов, в том числе и вы записали клип на… ну, как не клип, а просто спели песню Сережи Чегракова «Чижа хочу чаю», не мажора «Я люблю», а «Палец заключенного», для того, чтобы поддержать фигурантов дела нового величия. Почему вы не отказались, как многие, кому звонила Таня, из тех ребят, кто… У меня на этот счет есть уже такой заготовленный ответ, просто потому, что у меня было время и возможность это сделать. Я не считаю себя в моральном праве отказывать в подобных вещах, потому что у меня есть возможность высказаться по этому поводу. А я искренне полагаю, что дело это фейковое, дутое, и люди пострадают зазря, уже страдают. Да, как это, высоким слогом сказать, по облыжному обвинению. Ну, вот и все. Я не думаю, что этой акцией, этой песней мы сделали что-то, какой-то антигосударственный, антиобщественный поступок. Так чего же тут опасаться? Вообще, тема художника и власть для России такое ощущение, что актуальна, ну, как минимум на протяжении последних полутора столетий. Можно быть и побольше, Стас, я думаю, что… Ну, неважно, ладно. На самом деле, приходилось себе задавать прямой вопрос. Я должен быть всегда не с властью, я должен быть против власти, я должен быть… Вообще, художник должен быть где-то. Я совершенно не считаю, что я должен быть всегда против власти, если власть будет поступать так, как будет… Ну, то есть, я буду с ней согласен, как-то в душе, морально, да, то я буду с властью. У меня совершенно нету каких-то таких анархических настроений, что я обязательно буду против тех, кто мной пытается управлять. Нет-нет. Я спрашиваю, потому что есть среди художников, в кавычках, и без, есть люди, которые, ну, скажем так, скорее с властью, и так было всегда, там, не знаю, Сергей Бондарчук, например, и его сын, да, или которые скорее всегда были, ну, если не в оппозиции, то, в общем случае, не с властью, как, например, Герман Старший и, опять же, Герман Младший. Ну, да, да. Есть люди, которые никогда не парились по поводу того, что они спели на каких-то там концертах, поддержали власть, а есть те, кто всегда рефлексировали по этому поводу. У меня такое ощущение, что вы находитесь где-то посередине, то есть, вы постоянно задаете себе вопросы, а правильно ли я сделал это, может быть, этого не стоило делать. Совершенно верно, да. Как я поступил в следующий раз? Совершенно верно, потому что я являюсь нормальным рефлексирующим русским интеллигентом, извините, сейчас это стало настолько бранным словом, что уже стало можно его употреблять по отношению к себе. Раньше я всегда говорил, ну, что вы, я не интеллигент, я такой, я разночинец, Господь с вами. Но сейчас, когда слово либерал, интеллигент, демократ стали ругательными терминами в России, я с удовольствием себя называю и либералом, и интеллигентом, и демократом. Ахматова, по-моему, сказала, я не интеллигентка, я аристократка. Ну, Ахматова могла себе это позволить, я не аристократ по происхождению совсем, все-таки аристократия, если это не аристократия духа, конечно, это вопрос крови происхождения. В интервью «Новой газете», по-моему, вы сказали, что поколение 50-летних, про себя и своих друзей, это проигравшее поколение. Не потерянное, но проигравшее. Можно чуть поподробнее все-таки, и вот за этот год, потому что интервью довольно изменилось с точки зрения? Нет, моя точка зрения только утвердилась. Дело в том, что мы как раз находились в самом таком романтическом, но уже существенном возрасте, где-то нам было по 25-26-30 лет, когда вдруг пали оковы, железный занавес и прочее. Помните, как в программе «В гостях у сказки» было? Раскрылись кружевные воротцы такие ажурные, и возникла иллюзия того, что мы, мое поколение, моя страна вместе с нами, ведомые нами, войдем в какое-то мировое содружество, сообщество, и сыграем какую-то роль в этом содружестве, да, демократических стран, вообще цивилизованных стран, и что-то сделаем такое. Но потом нам сыграли тарададан, таратан, тарадан, и воротцы эти закрылись, и мы же допустили то, что они закрылись. И сейчас наши лучшие друзья, Центральная Африканская Республика и же с ними, да, когда у нас только что прошел саммит Африка-Россия. Ну, хорошо, а вы-то тут при чем? Я при том, что я был очарован, я говорил речи, я пламенно выступал, писал позитивные песни про то, как хорошо теперь заживет Россия. Как при чем я? Я часть этого процесса. Но это было искренне, песни были искренне. Так я и проиграл искренне. Я не говорю, что мое поколение, это поколение предавшее идею, это поколение просравшее идею. Это разные вещи. Хорошо. Это вечный, опять же, спор о том, где быть рефлексирующему человеку, который считает себя ищущим, который считает себя умным, и который часто смотрит на власть и говорит, ну, что они там делают, как они могут вообще решать за нас наши судьбы. И очень часто люди, которые занимаются политикой или пробуют заниматься политикой в роли оппозиционеров, они говорят, ну, так идите, идите, попробуйте изменить что-либо. Они говорят, нет, ну, это не для нас, все-таки власть это такая грязная история, зачем это? А в итоге, поскольку люди умные, ищущие, интеллигентные, не хотят заниматься политикой, то к власти быстро приходят те, для кого все просто, кто не рефлексирует. Они просто ходят в власти и получают ее. Когда цель ясна, проще ее достичь. А вот нет сожаления, что в какой-то момент, не лично вы, хотя, может, лично вы, кто-то из ваших друзей все-таки не взял и не пошел туда. У нас бы ничего не получилось. Любой человек, который рефлексирует, по которому проходит некий надлом внутренний, он не приспособлен для власти. Ну, может быть, есть там редчайшие исключения в истории человечества, да, когда человек по-настоящему образованный, умный, написавший, например, как это было в Чехии, прекрасные романы и пьесы... Не только в Чехии, в нескольких европейских странах еще. Совершенно верно. Я не знаю, как в нашей стране, наверное, это невозможно, в Америке это невозможно, на мой взгляд. Здесь нужен такой, ну, прямо вот глыба. Человек... Нет, я сейчас не говорю про президента. Почему? Я говорю про Государственную Думу, про министерские посты. Владимир Мединский по образованию пиарщик. Ну да. Фонарист Международник, может быть, тоже не министр культуры. Нет, на таком уровне, вот на уровне таком среднем местечковом, да, наверное... Нет, ну подождите, какие-то люди из нашего с вами вполне круга, да, куда-то там пытаются избираться, где-то работают, есть совет по правам человека и так далее, ну, более-менее... Ну, совет, ладно, я там был, буквально год назад оттуда вышел, он особо ничего не решал, там можно было помахать корочкой и прийти в ОВД, и вытащить оттуда человек 20-30 задержанных на митинге. Но я про более какие-то решающие возможности. Ну, вот, скажем, есть Петр Толстой, телеведущий, который стал вице-спикером Государственной Думы. Вам предлагали когда-либо поход в политику? Да, вы знаете, предлагали. Был такой проект гражданское что-то, то ли сила, то ли дело, что-то такое. Такая партия-однодневка, которая была создана там, я не помню уже сколько лет назад, 10-12. Я помню, это, по-моему, 2007 год, там Борщевский был. Да, именно, 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 да, он был там прямо главный. Нас даже прямо с моей женой, любимой Аминой, туда кооптировали. Какой-то совет. Я всячески сопротивлялся, но поскольку я знаком был, и сейчас знаком с большинством людей, которые меня туда звали, сказал, ну ладно, давайте попробуем, если уж и так это необходимо. Я даже написал гимн для партии, который, по-моему, ни разу не был исполнен. Вот той самой. Той самой, да. Гражданская инициатива. Все-таки силы, по-моему. Сила. Или инициатива. Ну, видите, мы даже не можем вспомнить название, так что мне кажется, что это была абсолютно фейковая история, такая придуманная для того, чтобы как-то... Ну, то есть вы не очень верили в эту тему? Вообще не верил ни разу. А есть какая-то политическая история, в которую вы бы поверили и пошли, если бы позвали? Вот завтра бы Навальный позвал и сказал, Алексей, приходите, пожалуйста, ко мне, министром культуры. Вы знаете, я думаю, что если бы мы, если бы мне внимательно, доказательно объяснили, зачем это нужно и что я смогу делать на этом посту, то я бы пошел. Я все-таки, хоть и очаровывающийся человек, но по первому образованию, хоть и незаконченному математикой, очень люблю доказательства, аксиоматику и дальнейшее доказательство, да, почему это будет работать и как это будет устроено. Думаю, что меня можно обмануть, конечно, и задурить, и привлечь к какой-то вещи, которая не станет работать, но если бы мне объяснили, как я могу послужить своей родине на политическом посту, я бы пошел. Смотрите, с одной стороны, вы абсолютно молодой человек, с другой стороны, по нынешним временам, как говорят, по нынешним временам, там типа 50 это новые 30, вся вот эта история. Кстати, а вы верите в нее, что 40 это новые 2, 50, 30? Нет, не верю, абсолютно, мне кажется, что после 40 жизнь заканчивается, я занимаюсь доживанием сейчас. Да ладно, вот серьезно? Дей богу, да, абсолютно. Нет, вот честно. Да, честно. Другое дело, что меня это не очень скребет по душе как-то, ну, пусть будет так. И долго доживать собираетесь? Лет 30 еще собираюсь. Доживать? Да. Ну, не верю, по-моему, это кокетство. Была такая старая советская песня «Жить, а не существовать». Ну да, ну не знаю, посмотрим. Сейчас у меня такое настроение, так последние лет 7-8, мне кажется, что просто я не могу ничего из себя выдавить нового. Я занимаюсь тем, что пережевываю какие-то старые темы, которые придумал, пишу по-старому, да, то есть все происходит, это такая жизнь на вчерашних дрожжях. Новых пока во мне не завелось. Поэтому пока это доживание. Если они заведутся, тогда все, тогда станет понятно, что это было кокетство. Тем не менее, я вот до эфира это произнес, хочу еще раз произнести, а уже в эфире, вот две песни, за которые я просто искренне благодарен. Это «Снежинка», которая звучала еще в 90-х. Ну, ей 20 лет. Да, 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 и просто я никогда так не смеялся. И второе, это «Я офигеваю мама», о которой я узнал, когда оказался на похоронах Бориса Немцова, увидел плакат, на котором было написано «Молодые ребята какие-то унесли». Это удивительно совершенно. Я шел в этой толпе в 100 метрах сзади этого плаката, и я просто офигел, когда это увидел. То есть мы выпустили за несколько дней до убийства Бориса эту песню. И, конечно, никак, ну, то есть, она никак не была связана, да, с Немцовым. Но когда это все совпало, и я увидел этот плакат, меня просто, конечно, вот такие мурашки бежали по коже. А мы шли прямо вот с женой, с друзьями, в том числе с моими коллегами по несчастному случаю, с которыми вот только что ее записали, сняли и выпустили. Это, конечно, был такой шок. Я эту песню услышал как раз после этого, потому что я подошел к этим ребятам и спросил, при чем здесь, я офигеваю, мама, и они мне объяснили, что тут есть такая новая песня у Кортнева. И после этого послушал, а это разве не новая? Это что, старые дрожжи? Ну да, в каком-то смысле да. Это старый язык, скажем так, это старые идеи. Просто, ну, песня получилась, да, сильная. Я это знаю, я могу ее вполне объективно оценивать, но все равно это не, как бы сказать, это не какой-то прорыв. До сорока лет я листил себя надеждами на то, что я добьюсь чего-то, вот что я даже представить себе не могу сейчас. Сейчас я примерно представляю все, чего я смогу еще добиться в этой жизни, как мне кажется. Если случится какое-то чудо, ну, тогда, значит, еще раз повторюсь, значит, сейчас я кокетничаю. Ну, хорошо, а Миг Джеггер не на старых дрожжах работает? На старых, конечно, конечно, на старых. Борис Гребенщиков? Борис Гребенщиков – это удивительное дело. Борис Гребенщиков не от мира сего. Он великий гений, даже, ну да, именно гений. В том смысле, вот это, он джинн. Знаете же, да, что это одно и то же слово. Он джинн из лампы, поэтому к нему вот эти вот всечеловеческие категории не подходят. А к Джаггеру подходят вполне. Он такой старичок, который поет. Слушайте, ну, с этой точки зрения, просто львиная доля тех, кому за 40, особенно в мире рок-музыки, они как раз те самые старички, которые ничего не делают нового, играют на старых дрожжах. Да, да, но они все доживают, просто зарабатывают себе на жизнь пением. Вряд ли получают от этого удовольствие. А от чего вы получаете удовольствие? От общения со своими детьми, от вкусной еды и выпивки, от занятий спортом. Любимые у меня два вида – это горные лыжи и гольф. Я просто в экстазе нахожусь, когда на горе или на поле. Когда я что-то пишу, я иногда впадаю в эйфорию, но потом, посмотрев на результаты этой писанины, из нее выпадаю из эйфории. Рэй Брэдбери однажды сказал, и он в интервью мне сказал, человек продолжает жить, пока не перестает удивляться. А один таджикский пограничник на заставе в 2001 году сказал мне то же самое, только немножко иначе. Он сказал, человек живет, пока старается. Когда он перестает стараться, тогда наступает смерть. Тело души уже не пишет. Да, очень интересно. А я уже спросил, про что радует. А что может заставить удивиться? Ну, послушайте, любая неожиданность, Стас. Ну, меня удивляют иногда мои дети. Прямо иногда очень радостно удивляют, иногда нерадостно. Но это все равно удивление. Очень приятно удивляют некоторые товарищи, мои знакомые или даже незнакомые в области поэзии и музыки современной в России. Я прямо считаю, что за последние годы написано несколько шедевров. В основном не в области рок-н-ролла, а в области хип-хопа. Но это прямо очень круто, то, что происходит. Например? Да, ну, то, что Нойс пишет сейчас, скажем. Мне кажется, что он всегда был очень крутой. Очень. Но сейчас дорос просто до феноменальных каких-то вершин мастерства. Да и Мирон тоже, Оксимирон. Ну, прекрасные совершенно какие-то вещи. Я из таких забавных вещей, например, так долго запрещал себе слушать всяких модных молодых певиц, что когда послушал альбом «Монеточки», например, был просто сражен. Наповал, просто влюбился. Потому что, на мой взгляд, это восхитительно совершенно сделано. И с точки зрения текста, и вообще манеры подачи, аранжировки. То есть все настолько гармонично и правильно упаковано, что я понял, почему она так безумно популярна на просторах сети, почему у нее миллионы поклонников молодых. и был не просто удивлен, а восхищен тем, насколько точно молодое поколение русскоязычное, не только в России, я так понимаю, во всем вообще мире русскоязычном, выбирает себе кумира. Потому что она действительно этого достойна. И никто же ее не пиарил, да, никто не… Ну, в какой-то момент и Ургант уже пиарил, и все уже пиарил. Ну, правильно, но когда у нее уже было там миллионов десять фолловеров, тогда уже… Я еще рекомендую «Комсомольск» послушать. Я слушал «Комсомольск», да, прекрасные совершенно девчонки, на мой взгляд, до монеточки не дотягивают, но тоже очень хорошие. Я вообще вот за этим вот слежу. Удивительно то, что только девки вообще делают. Ну, вот именно в пении, да, потому что в хип-хопе это, конечно, пацаны. Наверное, именно вот здесь прошел такой сейчас водораздел, да, то есть все мужики такие революционно настроенные ушли в чтение, а в таком более традиционном жанре, мелодическом, да, и прочее, сколько там прекраснейших совершенно все эти, обе-две, «Комсомольск», «Иванова», ну, и так далее, и так далее. Это просто замечательно. Моя жена постоянно меня упрекает в старперстве, она меня моложе заметно. И она говорит, что, типа, ты ничего не понимаешь, на самом деле в музыке постоянно рождается много всего нового, а у меня такое ощущение, что вообще в роке после, там, не знаю, да на самом деле в 60-е, 70-е годы было сделано все самое главное. Это была золотая такая эпоха рок-н-ролла, и все, что было потом, это так или иначе вторично. Это переигрывание, пусть даже это классные группы, пусть они пишут хорошие мелодии. Вы абсолютно правы, Станислав, абсолютно, я тоже так считаю. Просто рок-н-ролл сейчас пришел к тому, к чему приходят все музыкальные жанры, да, на которые сначала люди молятся, потом просто их слушают, потом ставят на полочку, такую с золотым корешком, там уже стоит джаз, большие оркестры, танго, романсы, классика. Вивальди, Моцарт. Совершенно верно. Вот, теперь туда встал рок, и это нормально, да, это должно было произойти. Ну, хорошо, из прошлых веков, что до нас нашло там из классики, не знаю, Моцарт, Вивальди, Бетховен, Бах, ну, в принципе, все равно, вот, средний человек, если пойти спросить, наверное, ну, дай бог, если 10 имен назовет. Еще Чайковский, еще Шопен. Да, ну, окей, а если мы возьмем 20-й век, вторую половину 20-го века, и вот лучшие времена рок-н-ролла, то чьи имена останутся? Ну, пока мы помним гораздо больше имен, а вот когда пройдет там несколько сотен лет... Я поэтому спрашиваю. Ну, я уверен, что останутся Битлз, останутся Куин, останутся... Останутся, вы знаете, те, кто написал мелодии или сочинил ритмы какие-то вот феноменальные. Знаете, кто останется, как-то не парадоксально? White Stripes, которые придумали это... Слушай, это как Калинка-малинка, это сейчас играют на любом хоккейном матче. Да, вот феноменальный прорыв совершенно в написании, одной ритмической фразы, которой до того не было в музыке. Это как Квиновский, эти тэн-тэйм-пам, тэн-тэйм-пам, да, то есть какая-то новая формула, причем придумать ритмическую формулу гораздо сложнее, чем мелодическую, потому что ритм лежит вообще в основе музыки, да. Первое, что слышит человек, это ритм, биение сердца матери. А потом уже на него накладываются другие звуки. Поэтому придумать что-то в области ритма самое сложное. А что дальше будет? Есть какие-то ощущения по поводу другого стиля? Ну, окей, хип-хоп. Ой, совершенно не знаю, но правда не знаю. Будет что-то подобное Битлз? Ну, просто в другом жанре, наверное. Ну, я думаю, что будет, скорее всего. Вы понимаете, здесь нужно вот смотреть на что. Значит, почему Битлзы такие великие, там, вот для своего времени вообще самые-самые-самые? Или почему такой великий, там, Соловьев Седой, например? Потому что они творили в эпоху, когда люди пели, именно собирались вместе и пели. Они писали песни. То есть то, что люди потом воспроизводили на своем любительском уровне. Чем будут заниматься дальше люди? Скорее всего, ну, вот если сейчас так экстраполировать то, что происходит сейчас куда-то там вперед, они будут собираться вместе, причем сидя у себя дома, да, скорее всего, перед экраном, и вместе там, ну, играть. Поэтому, наверное, Битлзами станут те, кто будут писать вот такие гениальные игры. Стоп, стоп, я сейчас потерялся. Играть, в смысле? Ну, играть в какие-нибудь стрелялки, шутеры. Онлайн все эти дела, да? Ну, да, вот, может быть, будут даже и музыку играть онлайн. Хотя, я не знаю, по-моему, ну, в своих детях я не вижу таких поползновений вообще. Но мне кажется, что если будут какие-то прорывы в области искусства вообще, и музыки как части общего искусства, то это будет связано с какой-то виртуальной реальностью. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Хотя я понимаю, что это рассуждение довольно плоское. Немножко о будущем. Да. О будущем в каком смысле? Вот, я для себя сам не могу, правда, понять, разрешить один вопрос. Все становится настолько прозрачным, тайное настолько быстро становится явным, благодаря социальным сетям, благодаря доступности информации, что ощущение такое, что врать скоро потеряет всякий смысл. Ну, потому что ложь слишком быстро станет очевидной. И, соответственно, получается, два пути у человечества. Либо стать лучше и говорить только правду, и совершать хорошие поступки. Либо признать, что врать это нормально. Изменять нормально, предавать нормально, нажраться в хлам нормально. Ну, то есть поменять мораль, да. Прошу прощения, ссать в лифте тоже нормально, да? Нормально, да. То есть полностью поменять мораль. Да. По какому пути, как вам кажется? Это очень интересный вопрос. Я с такой точки зрения на это никогда не смотрел. Я думаю, что второе, скорее всего. Я думаю о том, что какое счастье, что мне уже 53 года, и я успел нагрешить в тот период жизненный, да, когда еще не было, нафиг, никакого интернета, камер везде и прочее. Как же мы баловались. Черт, да я вот 4 года назад пить бросил ее просто. А что было? Ну да. Вот. Мне кажется, что, ну, во всяком случае, то, как сейчас происходит, вот с тем, о чем вы говорили, мне кажется, что сейчас как раз мораль поплыла сильно довольно. Потому что, ну как, ну, наша власть придержащая и многие официальные средства массовой информации в России просто говорят, нет, этого не было. Им вот так вот показывают, вот документ, да, фотографии и прочее. Не принимаем к рассмотрению. В судах, да, просто не принимают к рассмотрению все очевидные видеодоказательства, которые показывают. Или там тот же Навальный собирает какой-то, значит, там, пакет материалов нашего Дмитрия Анатольевича. Тот реагирует, как он сказал, там, это какой-то компот, да. Вот весь ответ председателя правительства страны на предъявленные неопровержимые обвинения. Ну, как так? То есть, очевидно, по второму пути. Сейчас, пока, во всяком случае, это идет. Все, вы уже перестали по жизни очаровываться людьми, политиками, явлениями? Нет, 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 я продолжаю. Потому что, ну, наверное, не знаю, лет 20 назад я бы вообще спросил, а как же вы тогда там, типа, пели «Smoke on the water», да? Ну, да, 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 да. А сейчас мне как бы понятно, почему пели тогда, ну, нормально, интересно, президент, почему не спеть, да? Да, абсолютно. А сейчас вот получается, Медведев вот такой-сякой, и, в общем, ну, явно разочаровались. Да, именно. Именно разочаровался очень сильно, ну, что это нормально совершенно. Ну, как есть люди, которые не склонны доверять вообще, которые такие не склонны к компати, а я очень склонен, да, я вообще изначально влюбляюсь в людей просто. И тогда Дмитрий Анатольевич на меня произвел самое милое впечатление, когда мы с ним встретились. Небольшой, ухоженный человек. Очень туфли были хорошие. Кстати, кстати, что-то я еще... А, вот что я хотел спросить. Я несколько раз в разных интервью ваших слышал словосочетание «Сумасшедшие деньги». Сначала было «Я впервые тогда заработал сумасшедшие деньги». Это про что? Это про компанию 96-го года. Да, это старые песни в нашем доме. А, это потом уже старые песни про наш дом России, Черномородинский. Да, да, да. А на этом были старые песни, не старые песни, а главные. Короче, 96-й год, «Голосу или проиграешь». «Голосу или проиграешь». Ну, там еще не сумасшедшие. Там такие растяжимые уму деньги заработали. А вот на этом деле там, ох. А почему я вспомню сейчас? Потому что, комментируя тему Медведева, что там были какие-то запонки он подарил. Запонки подарил, да. Вам? Мне. А вы их потом продали? Ну, их потратили эти деньги. Как я тоже читал за сумасшедшие деньги? Мы их потратили на благотворительность, естественно. Я бы эти такие деньги никогда бы не опустил себе в карман, поверьте. А что такое сумасшедшие деньги? Сумасшедшие деньги – это деньги, которые мне кажутся неадекватными затраченным усилием. Я понимаю, сколько? Ну, я не помню. Ну, примерно. Все-таки сумасшедшие деньги. Денислав, дорогой мой, ну, это было в каком? В 96-м году, я вообще не помню даже размера цен. Ну, давайте я вам скажу, миллиард. Хорошо. Что такое сейчас сумасшедшие деньги? Сейчас для меня сумасшедшие деньги за какой период? Ну, не знаю, за концерт. За концерт? Ну, миллион баксов сумасшедшие деньги. Нам столько не платят. Ну, а там, скажем, 200 тысяч – это нормально же. 200 тысяч долларов? Да, это не сумасшедшие. Не сумасшедшие. Не, ну, просто чтобы иметь представление о том, что такое сумасшедшие деньги. Хорошо. Не сумасшедшие деньги. Есть такая тема, которая становится модной. По моим ощущениям, каждые лет 30. Называется она «Духовный или личностный рост?» Поиск себя. Первый раз я читал газету «Русский курьер» за 1904-й или 1905-й год. И там говорилось о том, что вот молодое поколение очень увлекается восточной философией, школы йоги открываются везде, на бульварах сидят молодые люди, пьют кофе, и потом идут на какие-то занятия. И я тогда подумал, черт возьми, как же все. Потом в 20-е годы стало интересно снова, прежде всего, в западном полушарии. Потом, соответственно, в 60-е, вовсю, в 90-е. И вот сейчас снова тренинги личностного роста, буддизм в самых разных проявлениях. Что-либо из этого вас коснулось? Нет, вообще никак, абсолютно. Вы никогда не занимались личностным поиском, самосовершенствованием? Я им занимаюсь каждый день самостоятельно. Но почти каждый день. А поделитесь как? Ну вот я пытаюсь что-нибудь придумать новое. Собственно, скажем, результатом вот таких поисков в течение двух прошедших лет явился наш новый спектакль в городе Лжедмитрове, который мы выпустили в этом году. Я его прямо вынашивал, придумал, продавил, уговорил своих коллег это сделать. Хотя понятно было, что это будет коммерчески не самая успешная история. Она очень громоздкая получилась. И нам гораздо проще, в принципе, играть свои концерты. Вот те песни, которые люди хотят услышать, за которые готовы отдать, пусть не сумасшедшие, но вполне приемлемые деньги. Это творческий рост. А я спрашиваю про внутренний. Ну, то есть, грубо говоря, вот ощущаете ли вы себя лучше себя вчерашнего? Нет, нет, нет. Я уже сказал, после 40 лет все закончилось. Я такой же, как и был, лучше совершенно не становлюсь. И пока не вижу для этого никаких оснований. Честно, объясню, почему спрашиваю. Это абсолютно личная тема. Я читаю свои статьи, которые я писал, когда было 17-18-19 лет. И вдруг понимаю, что по ясности мысли, мне дико не нравится сейчас. В свое время Константин Симонов сказал, что если тебе нравится то, что ты делал 5 лет назад, значит, ты хреновый писатель или журналист. Я делаю лучше и очень плохое, и то, и другое, потому что мне нравится то, что я писал тогда. И вот я спрашиваю себя, в чем-то я стал лучше, чем я был тогда? Или я просто стал опытнее? Давайте вам тот же вопрос задать. Ну, я стал только опытнее. Я это точно знаю. Я вот как раз на этот вопрос отвечал много раз. Ну, естественно, нам вот только что было там 35 лет в группе в прошлом году. И я сто раз отвечал на вопрос, что изменилось в коллективе, в группе за 35 лет. Я отвечал на это всегда. Мы просто научились играть и петь гораздо лучше, чем это делали, когда нам было по 20 лет. Но мы ничего не сделали лучше, чем вот тогда. То есть мы теперь те песни просто лучше поем. Только это лучшее исполнение, и никому нафиг не надо. Все равно все слушают записи 20-летней давности или 25-летней давности. Это же касается и вообще всех команд, и Аквариума. Еще раз, вы опять в творчество. А есть, ну вот, там, не знаю, вы стали добрее. Да не знаю. Вы стали, не знаю, гуманнее. Вы стали меньше раздражаться. Да нет, нет, ничего подобного. Нет. Во-первых, я и так добрый, и редко раздражаюсь. Поэтому и был таким всегда. Меня, очевидно, таким родили и воспитали родители. Хорошая карма. Хорошая карма, да. И что ее править-то? Хорошую карму править, только портить. Есть вещи, за которые стыдно? Есть, да, конечно. Я понимаю, что это довольно интимная сфера, но можете чем-то поделиться? Ну, мне стыдно за то, как я вел себя по отношению к своим первым любовям и первым детям. Я смог сохранить с ними очень хорошие отношения, вернее, восстановить их, скажем так. Сейчас мы находимся в близких, дружеских отношениях. Но был момент, когда... То есть сейчас я понимаю... И тогда я понимал, что это предательство, конечно, по отношению... Ну, вот там первый развод и прочее. Это было очень тяжело. Но... С другой стороны, я просто понимаю, что это нужно было сделать по-другому. То есть это все равно нужно было сделать. К слову, об опыте. Ну да, да. Это нужно было сделать по-другому. Но, понимаете, ну как? Ну, давайте послушаем Максима Леонидова. Если бы я мог написать письмо самому себе, да, там, в 87-й. Ну, вот если бы я мог это сделать, да, я бы это сделал, но я не могу, поэтому что себя, собственно, сейчас пилить. Стыд, да, но я не рефлексирую. То есть когда я об этом вспоминаю, у меня прямо, знаете, краска приливает к лицу. Но я ее быстро отливаю обратно, потому что это был другой человек тогда, да. Ни хуже, ни лучше, просто, ну, без опыта. У Дона Маклина есть одна такая песенка, называется... Я ее часто использую как колыбельную для своих дочек. Называется A Wonderful Baby. И там есть такие строчки... A Wonderful Baby, I watch how you grow, if I knew the future, you'd be first to know, but I don't know nothing, what lies about, just as long as you live, you never find out. Ну, там есть еще строчка о том, что мне нечего тебе посоветовать вообще, просто just be good to yourself, that's all you can do. Ну, да, наверное. Будь добрый, потому что ты самому себе, это лучшее, что ты можешь сделать. Вот своим детям, тем, кому вы добрые можете что-то посоветовать, что вы им сейчас, главный совет, который вы им даете? Я не даю советов, я живу рядом с ними, так делал мой отец, человек, которого я боготворю. Он умер, к сожалению, уже много довольно лет назад. Он мне никогда ничего не советовал, не делал замечаний, он просто жил у меня на глазах так, как я мечтал бы прожить жизнь. Он имел возможность озолотиться в 90-е годы, но не взял ни рубля, который ему совали в руки. Он мог бы сделать карьеру на том посту, на котором был в Академии наук. Он оставался на своем месте, потому что считал зазорным лезть вверх, не имея степени член-кора или академика. Ну и так далее. То есть, поэтому я живу рядом со своими детьми, они меня видят, ну, не каждый день, потому что иногда мы не совпадаем во времени. Но вот сейчас они меня видят каждый день, и я их тоже, слава богу. Единственное, что я могу посоветовать, живите так, как родители, которых вы любите. Все. В бога верите? Нет. Атеист или агностик? Ну, в вопросе неверия, мне кажется, это примерно одно и то же. Ну, скорее, атеист. То есть, атеист – это просто осознанная вера в отсутствии веры. Агностики я не знаю, а атеист прямо вот я знаю, что нет. Нет, ну, я не знаю, что нет, но... Ну, смотрите, я... А как математик, прошу прощения, да? Да, да, да. Как математик, человек с математическим мышлением и аналитическим складом ума. Вот, атеист верит в то существование, чего невозможно доказать. Ну, да. Атеист не верит в существование чего, что нельзя доказать. То, чего нельзя доказать, да. Ну, в таком случае, значит, именно атеист. Просто есть такой принцип, вы знаете его прекрасно, да, бритва Акама. То есть, который говорит о том, что надо исключать те версии, ну, в данном случае, да, которые излишни для объяснения, ну, скажем, мироздания. Наличие Бога в мироздании излишне. Его... Вот он незачем, да, вот в той модели Вселенной, в которой мы живем. Поэтому я его исключаю. Хорошо. А реинкарнация? Не знаю, что это такое. То есть, в смысле, может ли она быть, может не быть? Может быть, не знаю. Опять же, это никем же не доказано. Вы говорите о какой-то там родовой памяти и прочее. Я говорю о перерождении. То есть, вот вы там проживете еще 30 лет, доживете, как говорите. Я надеюсь, все-таки, что ярко проживете. Ярко доживете. Ярко доживете. И что дальше-то будет? Об этом задумывались уже или нет? Надеюсь, что ничего. Надеюсь, что дальше будет, так сказать, пожизненное... Ну, вернее, не пожизненное, а вечное отсутствие какой-либо информации. Ну, вы же понимаете, что не может быть отсутствия вообще чего бы то ни было. Нет, не понимаю, почему. Ну, ладно, это мы отдельно поговорим. Хорошо. Хорошо, предположим, что реинкарнация есть. Ну, предположим. И у вас будет возможность переродиться в каком-либо теле и в каком-либо другом территориальном пространстве. Где бы вы хотели и в каком теле? Да, я не знаю. Ну, в здоровом желательно, чтобы не мучили болезни. А все остальное, как-то, мне кажется, где? Женщиной. А? Женщиной, мужчиной, трансгендером. Ну, можно и так, и сяк, и наперекосяк. Я не пробовал ни быть трансгендером, ни быть женщиной. Наверное, было бы любопытно именно попробовать уже не быть мужчиной. Что-то другое использовать. Попробовать. Но другое дело, я боюсь, что у меня не будет памяти о прошлой жизни. Потому что вот сейчас у меня нет памяти о прошлой жизни. Это мне говорит о том, что, скорее всего, если даже и существует вот такое перерождение, то предыдущая память как-то купируется. Говорят, что совсем продвинутые могут вспомнить после череды медитации. Ну, вопрос не про это, а именно... Хорошо, а территориально где? В какой стране? Снова в России? Так где угодно вообще? Слушайте, ну, это же будет совершенно другая личность. Пускай рождается где угодно. Где родится, там и пригодится, как говорится. Вы знаете, вы мне не задали этот вопрос, но он очень близко лежит. Несколько раз я получал такой вопрос и задумывался о том, что вот если бы была возможность вернуться назад, в какую-нибудь золотую эпоху, скажем, в России, куда бы я хотел вернуться, ля-ля-ля-ля-ля. Я об этом очень серьезно задумался. И вот что хочу сказать. Никуда. Знаете почему? Потому что в каком бы году я ни оказался, если бы я сохранил память, а ну как-то соглашаться на перемещение во времени с потерей памяти, это уж совсем не хочется, то я бы знал, какие ужасы ожидают мой народ и мою страну в ближайшем будущем. И вот попади ты там в самый счастливый, самый благополучный какой-нибудь 1904 год, или 1890 какой-то. Ты же будешь знать, что случится, что вот эти вот все люди, которые тебя окружают, которые сейчас играют в Сирсо и запускают кораблики, они совсем скоро погибнут, или будут вынуждены эмигрировать, или что-нибудь в этом духе. А когда мы живем в своем времени, мы надеемся на то, что ничего подобного страшного с нами не случится. То есть перемещение в любой золотой век лишает тебя надежды на то, что этот век продлится, потому что ты будешь точно знать, что он закончится через 5-10 лет. Ну, с этой точки зрения, можно смело предположить, что и этот золотой век закончится, и обязательно, что он нас не придет. Да, но мы все равно не знаем, когда. И поэтому надеемся. Хорошо. Вы как-то говорили, опять же, что уезжать никогда не хотели. Да. Однако, тем не менее, об этом так или иначе подумываете. А вот мог бы я где-то там. Ну, да, да. В какой стране вы могли бы жить? Ну, точно в Америке. Я думаю, что в Англии и в Америке. Ну, во-первых, потому что я кое-как, но все-таки говорю по-английски, и довольно быстро бы наблатыкался, переедить я в среду англоязычную. А второе, мне очень близок этот дух, эта культура. Ну, вообще, в любом... Англия и Америка, это все-таки, ну, разное. Разное, да. Ну, как бы с музыкальной точки зрения. Ну, как любому рок-н-ролльщику, близко родина рок-н-ролла, да, и тот, где этот жанр развился наилучшим образом. Вот. Поэтому, ну, я уверен совершенно, что если бы вдруг прямо стало бы кранты, то, ну, надо ехать, да, куда-нибудь сюда. Наверное. А как вы считаете, ну, понятно, что наверняка много раз в разных компаниях и полушутку, и всерьез, и один на один с собой, так или иначе, рассуждали, думали о судьбах родины. Ну, конечно, да. У России, вот есть точка зрения, что Россия всегда жила плохо, у нее всегда были проблемы, всегда вечно эта борьба, сибористство и аскезы, рефлексии и какой-то безапелляционной уверенности в собственной правоте, и что это вот такой вот бич, который всегда преследовала Россия. Вот вы согласны с этим или нет? Вы считаете, что на самом деле ничего такого прям мега особенного в России нет? Ну, с тем, что вы только что сказали, я согласен, но мне не кажется, что это мега особенное. Это, ну, как, это характерно для нашего для нашего образа жизни, для религии, которая, в общем, имела большое влияние на судьбы людей в течение многих лет, на вот это вот стояние посреди Азии и Европы. То есть вот это все имеет, конечно, очень серьезное влияние на образ жизни, мысли. Да, постоянный такой раскол, постоянная рефлексия, метание между... Вы верите, что в России когда-то будет хорошо? Ну, я верю, что будет... Во-первых, в России хорошо по сравнению с тем, что было там 40, 50, 70 лет назад и так далее. Будет ли так, что некое большинство россиян будет, в принципе, довольны тем, что есть? И не будет переживать по поводу того, что все так... Ну, Станислав, опять большинство россиян сейчас довольны тем, что есть. Абсолютное большинство россиян поддерживает политику президента, правительства, уверены, что пиндосов надо мочить и так далее. Но это не значит, что они довольны тем, что есть. Они, если вот посмотреть, если они заглядывают в кошелек или в холодильник, они недовольны, но когда им говорят, что Россия опять победила где-нибудь там в Сирии, то они очень довольны. Мне так кажется. Я, поймите, да, я не политолог и не социолог, и мне так кажется. Во всяком случае, потому как люди голосуют, и что они говорят и пишут, ну, это очень похоже на то. Поэтому я верю в то, что все равно будет лучше, потому что в целом в мире, я в это верю. Помните, вот минуту назад говорили о том, что поскольку мы не знаем, когда все это бабахнет, да, то мы надеемся. Я верю в то, что в мире ситуация будет улучшаться. И экономическая, и духовная будет улучшаться. Но этот процесс идет непрерывно в течение тысяч лет. Мы же сейчас, ну, все-таки на улице не убиваем друг друга, да, как это было совсем недавно, там, ну, в масштабах человеческой истории. У нас нет, там, буквального рабовладения, у нас нет рукопашных схваток, где надо бежать с мечом в первом ряду, точно знаешь, что ты умрешь через 30, 25, 20 секунд, 15, да, и тем не менее бежать вперед. Вы сейчас говорите прям как Далай-Лама, который говорит, что не все сразу. И прогресс есть. И прогресс души тоже есть. Я согласен с Далай-Ламом. Я согласен с Далай-Ламом. Клево. Если бы была возможность, вот уже с Медведевым виделись, туристический интерес, ботинки, запонки, если бы была возможность вот так же минут на 10 оказаться рядом с Путиным, что бы вы сделали? То есть я принудительно оказываюсь в такой ситуации? Так бы я не пошел просто на встречу с Владимиром Владимировичем, если бы мне это предложили, если бы была возможность выбирать. А почему нет? Не хочу, потому что то, что я ему действительно хочу сказать, спросить подсудно, а ничего другого я не хочу. А что подсудно вы спросили? Ну я не буду сейчас произносить, это же подсудно. Прям подсудно? Я не знаю, тут хорошо. Подсудно с судом общественного мнения. А прям общественное мнение вот так для вас много значит? Вот сейчас... Ну, может быть, немного. Вы же видите, я стараюсь уйти от ответа, вы же видите. Вижу, да, вижу. Ну у меня работа такая, вы стараетесь уйти, а я стараюсь... Нет, смотрите, ну действительно, ну какие... Что я могу спросить у Владимира Владимировича? До Коля? Или действительно ли она утонула? Или кто взрывал Хрущевки? Что? Ну вот есть какие-то вопросы, вечный вопрос, кто убил Кеннеди, да? Но у Путина это бессмысленно спрашивают. Какие-то вопросы, на которые... Ну даст он ответ или не даст ответ, уже ничего не изменится. Хорошо, поэтому вы бы не пошли, если бы вас пригласили. А если бы принудительно вот так вот просто сели, все, да? Ну, послушайте, я хороший собеседник, я бы нашел, о чем поговорить. Собаки, я знаю, он любит собак. Любимый чай, выпиваете ли? Если да, то что? Я вот виски люблю, а вы? Найдем, о чем поговорить. То есть, интересно, в любом случае, был бы такой туристический? Туристический, конечно. В любом случае, даже возвращаясь к тем 30 годам или плюс-минус, которые необходимо дожить, клево было бы придумать что-то, чего никогда не делали раньше, что-то совершенно новое. Я понимаю, что это придумывать очень сложно. Я правда очень хорошо понимаю, когда вы говорите, что я, в принципе, вижу все варианты. Вот если я буду заниматься этим, то будет то-то. Если я буду заниматься тем-то, то будет вот то. Если будет вот это, то будет то. И, конечно, от этого в какой-то момент становится скучно. И, в принципе, это, на самом деле, прямой путь к депрессии, потому что если ты все так заранее четко видишь, то, ну, как-то вкусно, да? Согласен. Дальше. Все-таки есть мысли о том, чтобы сделать что-то вау, что-то, что вставит так не по-детски, как, не знаю, вставляла первая любовь или первый кайф в 18-м году. Ну, конечно, да. И надежда никогда не покидает. Вот я сейчас, простите, опять на творчество свернул. Мы делали спектакль в течение двух лет. Мы горели этой историей. И вплоть до премьеры 5-го, 6-го, 10-го спектакля я прям надеялся, что это будет лучший спектакль сезона. Может быть, вообще лучший спектакль, поставленный на русском языке в Москве. Сейчас я вижу, что это не совсем так. Это хороший спектакль, но он не стал сенсацией, скажем так. Но пока мы его делали, пока мы его горели, вот это вот вау, оно передо мной маячило, как морковка перед осликом. Постоянно. Я именно шел за вау. Мне просто перло так, что я спать не мог ночами. Но получилось, как всегда. Но получилось, кстати, честно, врать не буду. Я не видел. Но те, кто видел, у меня есть ребята, которые видели, говорят, что просто очень круто. Круто, но... Это не так тяжеловато. Я надеялся на то, что это будет легче. И будет, как сейчас это модное слово появилось, будет легче заходить. А оно как-то долго вытирает ноги перед входом. Есть что-либо, о чем я не спросил, но о чем очень хотелось бы сказать? Типа того, что мы уже затронули, путешествие в прошлое. Почему это на самом деле бесперспективная тема? Да нет, пожалуй. Вы знаете, я очень рад возможности с вами пообщаться, быть здесь. Я ужасно рад, что привез свою семью в Нью-Йорк и вообще в Штаты показать детям эту огромную, прекрасную страну. Интересно. А что самое классное в Америке? Помимо рок-н-ролла и виски. Нет, виски в Америке как раз фу-фу-фу. Виски хорош привозной здесь, шотландский. То есть все-таки вы в этом смысле британский, скорее подданный. Ну да, конечно, да. И кукурузные сорта прямо. В Америке природа восхитительная совершенно. Гольф-поля и их дешевизна фантастическая. Не знаю, как здесь, а вот во Флориде, например. Во Флориде. Я не могу не поправить. А во Флориде, да. Потому что Флориде это по-английски. Да. По-русски все-таки Флорида. Да, I'm so sorry. Во Флориде, да. Я что-то, правда, стал говорить Флориде. Зачем? Когда тебе предлагают сыграть там за 30 баксов на каком-то великолепном поле, которое бы, ну там, не знаю, где-нибудь в Подмосковье стоило бы там 20 тысяч рублей за такая игра, то это прямо производит впечатление, конечно. Порции большие. Тоже неплохо. Ну, в еде я имею в виду. Александр Бовин был такой выдающийся журналист-международник и потом посол в Израиле. Он даже сказал, что Америка это с ног шибательная цивилизация. Совершенно с ног шибательная цивилизация. И, ну, при том, что он очень объективно к Америке относился и к плюсам, и к минусам. Так вот, про большую порцию я все понимаю, но в цивилизационном смысле есть что-то, чем Америка поражает, вдохновляет? Ну, конечно. А как же? Здесь просто ну, острие науки находится в Соединенных Штатах. Сейчас, по крайней мере. И здесь делаются серьезные прорывы в технологиях, в фундаментальной науке, в абстрактной. Очень-очень это не может не восхищать. в конце концов он наши эти ребята графены изобрели там, а довели-то здесь до ума это все. Это, конечно, тоже производит очень большое а что не нравится? Не знаю. Я же здесь не живу. Я приезжаю. Я турист. Со стороны есть миллионы людей, которые в Америке не живут, а Америку ненавидят. Ну, и дураки. Как же, не попробов сразу братья ненавидеть. Что не нравится, перины очень мягкие. Вот прямо очень неудобно спать, прям неприятно. Я все время куда-то сваливаюсь. Или к жене, или от жены. А хочется набрести какое-то равновесие. Вы же говорили, что ничего особо не раздражает. И я если это правда так, то прям искренне завидую. всеми видами, цветами, оттенками, черно-белой иногда ли обвести. 50 оттенков зависти. Что может вывести из себя все-таки? Нечистоплотность. Ужасно не люблю, когда человека воняет. Непунктуальность. Но это разновидность нечистоплотности, на самом деле. То есть, вот. Люди могут заставить потерять контроль над собой? Ну, так, вспыхнуть. У меня был случай такой чудный совершенно. Мы играли юбилейный концерт, по-моему, 30-летие группы, несчастный случай, в огромном зале, в Крокус-Сити-Холле, 6,5 тысяч человек. Для нас это прям большой успех. и одна фирма нас спонсировала, которая поставляет аудио, всякую аппаратуру. Вот. Они дали самый навороченный какой-то супер-пупер микрофон, да, два радиомикрофона, которые сказали, вот это наша последняя разработка, ну, не наша, европейская. Качество звука, Тосю-5, все дела. И у нас на отстройке звука один микрофон хрипел. И я прямо говорю, ребят, поменяйте, пожалуйста, или давайте заменим на шнуровой просто. Ну, что ты, давайте с этим сделаем. И в этот момент он перестает хрипеть. Говорят, мы нашли, в чем была проблема, все нормально, все отлично, все будет зашибись. Вот. А микрофон на секундочку стоит порядка 6 тысяч евро. Вот. Ну, вся система. Я, значит, выхожу петь начало второго отделения, мне нужен этот микрофон, роман спеть выхожу. Значит, мы включаемся, он хрипит. А все, вот сидит вся эта толпа, и я весь роман с первой до последней ноты пою. Вот. Я немножко перенервничал, взял этот микрофон за стойки и выйдя за кулисы вот так, херрак, значит, там какое-то там это самое перекрытие прямо на глазах у людей, которые уже тянули руки со словами, сейчас мы все починим. Но было уже поздно что-либо чинить. Вот. Теперь этот микрофон у них в центральном офисе висит на стене под пластиком с подписью, значит, где и как это произошло, и такой, понимаете, что это never do it again, типа обращение к сотрудникам компании. Алексей, на самом деле, вот у нас я работал в комсомольской правде когда-то, когда она была очень крутой, классной, честной газетой, и у нас был там один журналист, алкоголик, он периодически, там много было алкоголиков, вот он ходил, по коридору встречал, жал человеку руку и говорил, рад быть вашим современником. Я с тех пор это часто использовал и в шутку, и совершенно искренне, я совершенно искренне хочу сказать, просто рад быть вашим современником, правда, потому что в ламушке просто очень классно. Спасибо, Станислав, это чрезвычайно приятно, эта шутка была бы уместней, конечно, в редакции газеты «Современник», согласитесь. Но в комсомольской правде тоже сойдет. Спасибо. 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 Спасибо.